Выступление Екатерины Волончунас в Кюре большого приза начинается с пиафе. Причем лошадь двигается в ритм так, что даже сам Фредди Меркьюри был бы в восторге. Путь Екатерины в конный спорт начался в 13. Тогда она первый раз пришла в конюшню с дедушкой кормить лошадей. Дальше стала заниматься выездкой, дошла до звания мастера. А сейчас всадница из Ярославля представляет сборную России и на этих соревнованиях получает кубок губернатора. Когда есть вот эта конкуренция, у меня у кобылы всегда есть воля к победе, она большая молодец, не подвела, постаралась. Дальше у нас еще один чемпионат России уже личный, не командное первенство в максиме. И если как бы все будет хорошо, то в новом веке международный турнир. В Кюре большого приза Екатерина занимает второе место, а первое достается Марине Афраймеевой. Победа заслуженная, гармоничная пара с Арумсом. Выступление смотрелось легко. Я вообще очень люблю Кюр выступать под музыку, и лошадка моя тоже любит, так что сегодня прям молодцы. Ну, чуть-чуть на голопе один элемент не получился, но мы только выступаем, это первый раз мы на выезде, так что вообще все очень-очень, и команда, и тренер все довольны. Зрителей почти нет, только тренеры и судьи. В Нижний Новгород приехали спортсмены из семи регионов, хотя обычно географии участников шире. Нет, все очень-очень положительно. Я считаю, что мы хороших результатов добились, и хорошо, что мы этот турнир провели. Вообще, Федерация Конноспорта – это первая федерация, которая проводит такие турниры, вот, чемпионаты России. Еще ни по этому виду спорта не проводили, только вот мы проводим. По конкурум в Московской области, вот по выезде в Нижнем Новгороде, поэтому я думаю, что очень все здорово. В командном зачете побеждают всадники из Москвы. Впереди другие интересные соревнования. 5 и 6 сентября в конноспортивном комплексе «Пассаж» состоится лично командный чемпионат и первенство Нижегородской области по конкуру. Дарья Кульбакина и Владимир Гайдай. Время новостей.